Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана и сегодняшний выпуск будет у нас с вами станочно-оформительским. Вы из этого выпуска узнаете, почему все-таки не стоит покупать станок Stitch Smart, так всеми любимый, и какой станок лучше выбрать в альтернативу. Также я покажу вам, как оригинально можно оформить свою вышивку, даже не посещая багетную мастерскую. Massaga World! Спонсор выпуска Ваша вышивка в столе. Сегодня вы сможете увидеть целых 5 вариантов оригинального оформления вышивки. И начну я с варианта от Виктории Бонд. Покрутив, повертев свою работу в руках, она поняла, что чего-то не хватает и была на 100% права. Посмотрите, что же она подложила между конвой и картонкой и что из этого получилось. Следующее изделие, даже нельзя сказать, что это просто вышивка, предоставила нам Любовь Нижник Ковальчук. Кодовое название – ножницы в паутине. Иринка-бисеринка засунула свою птичку в настоящую клетку. Девочки, в магазинах всяких разных будьте внимательны, вдруг вам встретится какая-нибудь необычная штукенция, в которую можно впихнуть вышивку. Картина из функциональной доски для записок, открыток и чего угодно. Можно даже сделать кармашки для расчесок, ключницу для ключей, да что угодно можно сделать из такой идеи. Тем более, что можно использовать такие доски посезонно, менять их, когда вам вздумается. Я все еще пристально продолжаю следить за событиями в мире станка Stitch Smart, для того, чтобы еще больше убедиться в своем же мнении, что он не стоит своих денег. И, конечно же, я предоставляю эту информацию вам на размышления. Недавно Лиза Ева сняла видео о своих вышивальных желаниях, в которых был устойчивый станок. При этом в кадре вы видите ее станок Stitch Smart, о котором она отзывается не очень лестно, мягко говоря. Далее Хель, если вы еще не заметили, ведет ежемесячные заметки под названием «Как там мой Stitch Smart?». И в последней из таких заметок у нее тоже приключился казус с этим станком. Подробнее смотрите по ссылке под видео. Вы думаете, я закончила со Stitch Smart? Есть еще блогер, который на фоне своего нового станка Аманик Фэктори рассказывает вам свою грустную историю со станком Stitch Smart. И, кстати, не только о нем она рассказывает. У нее очень богатый и большой опыт работы на разных станках. И, может быть, вы услышите о каком-то станке, который вас заинтересовал тоже негатив. Теперь я вам расскажу о более устойчивом станке типа Аманика. Но тут ключевое слово типа, потому что этот станок самодельный. Как вы думаете, почему Аманик так дорого стоит? Только потому, что он железный? Нет, не угадали. Каждому экземпляру штамповочные режущие машины уделяют индивидуальное внимание. А металлическим деталькам каждое утро заботливые бурундучки делают массаж с солидолом. Ну, а если серьезно, то посмотрите, как же сложно и долго такое творить в домашних условиях. Объединяя две предыдущие темы оформления и станки, я представляю вашему вниманию оформленную в технике декупаж раму для вышивки. Ну, наконец-то произошло это чудо на рукодельном YouTube. Наслаждайтесь! Ну и немного шокирующих событий в завершающей части выпуска. Ну да, да, мы все уже прекрасно знаем, что нитки могут линять. И Ankor, и DMC, и те же самые дорогие шелковые Waterlilies от Karen. Ручного окрашивания. Мы знаем, что нитки могут махриться и запутываться в узелки. Но сейчас вас ждет настоящий шок. Дело в том, что в некоторых наборах встречаются... Нет, не рвущиеся нитки, а целые пасмы ниток. И рвутся они абсолютно без напряга. В наборах какой фирмы такое чудо вы узнаете из видео Маши. Представляете, в наше время до сих пор встречаются ретро-вышивальщицы, которые не знают, что нужно обязательно делать отступ на конве под оформление. Они просто вышивают для своего удовольствия, не задумываясь о дальнейшей судьбе работы. Это так романтично! И да, это событие! Всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok